Итак, ребятки, в общем, решил я забайтить Лёху из Бау на то, чтобы он мне сделал а-а-а-ауто звук, значит, в моей песне «Брятский цирк». Вот, типа, ну, я хотел, на самом деле, изначально, типа, слушай, можешь, Лёха, свести? Я просто не знаю, к кому ещё обратиться, типа, я, как говорится, заплачу там и так далее. Вот, подписчики надонатили, хочется сделать пиздата, сам я делаю руки из жопы, уши из жопы, вот. Ну, в общем, Лёха решил приколоться, и как бы он в итоге ничего не взял в плане бабла, но просто устроил тотальное шуе и издевательство над песней, вот. И, собственно, вот получилось то, что мы сейчас будем смотреть. Вот, я в итоге, кому только, короче, кого только не теребонил, понял, что всё, пиздец, я властелин колец, и, как бы, хоть я сделаю и отвратительно, но лучше, типа, моё говно, которое мне будет, мне будет хотя бы нравиться, чем, соответственно, и, как бы, чем, соответственно, куча разных вариантов, которые, ну, типа, может, даже и лучше, там, зайдут людям, там, лучше будет слышно текст, лучше будет слышно, там, меньше каши и так далее, вот. Вот, но, соответственно, будет не то, что я вообще изначально задумывал, планировал и так далее. В общем, в итоге всё абсолютно, кроме саксофона, конечно, я сделал сам, клип этот монтировал сам, студийку, все инструменты, всё сделал своими вот драчулями. Ну, давайте угарнём, ну, я уже слышал, я сам, в общем-то, склеивал это с клипом, но давайте, тем не менее, приколимся. Добавил эту сцену, чтобы была... Клип мы, в принципе, тоже, я думаю, все видели, я надеюсь. В оригинальной версии. Прот звук в руках, блин. Чё-то люди дизов поставили. А тюниный голос Моисеет какой-то нот. Чем это? Что происходит? Выступление для нас и билеты бесплатные для всех. И в них в каждом городе успех. И я не закончу ни когда. Свои номера, свои номера. Эти бесплатные для всех. Только клоны не были. Пошлый Антох. Смех, это цирка ваша. Ну, понятно, бывает. Аудиоверсия ВК, все туда надо. Шляпа из шляп. Ну да. Только я. Ну да. А в экране не бывает. Да, я сделал микс, конечно, скажем, менее ярким, чем в МВПД было. То есть то, что у меня получилось. Ну плюс да, я записал все сам. То есть все абсолютно. Все в этой будке делалось и так далее. Она не то, что пустовато. Она как... Ну, вся задумка по-другому становится. Она как раз не поп-банка. Типа... I'm gonna give you up. I'm never gonna let you down. I'm never gonna let you down. I'm so true. По цирка ваша и все друзья. Если меня на препарат позовут из-за Лехина версии, я ухуею. Ну, короче, Леха стебанулся по сатане. Ну, такой вот прикол, да. По сатане стебанулся. От моей песни лайкаем, под, и идем смотреть. Ну, давайте вот так сделаем. Мы бесплатные для всех. И у них в каждом городе успех. И они не закончат никогда. В свои номера, свои номера. И у них бесплатные для всех. Леха сделал аранжировку, которая лучше к тексту подходит. Блядь, чуваки! Смысл именно в контрасте между аранжировкой и текстом. То есть здесь как бы, что получилось, песня типа, ну там, в ней есть слово цирк и получилась цирковая аранжировка. Это нихуя не больше подходит, блядь, то есть, ну как бы если ты супер странно, блядь, относишься и супер буквально ко всем метафорам и вот, блядь, даже настолько в примитивном тексте тебе кажется, что так оно должно работать, что если есть слово цирк, значит должно быть обязательно, блядь, и так далее. На самом деле, вайп этой песни, тот, который я задумывал, блядь, нихуя не цирковой. И, блядь, цирк имеется ввиду, ну скорее таких типа, что ты кругом видишь одних ебаных клоунов и блядский цирк. И, блядь, все популярные политики, артисты, там какие-нибудь, блядь, тиктокеры и там бумеры, зумеры, блядь, Греты Тунберг и все это хуйня, все это поебень, все это блядские клоуны, ебаный цирк и самый главный, блядский клоун среди них всех, это в итоге я сам, вот. Потому что я, блядь, в костюме типа даже. Все Моргенштерны, блядь, Сталины, там, Макроны, блядь, какая-то поебень. Ну и плюс, чтобы было весело. То есть, и именно в такой нойз-поп-гранж-аранжировке, которую сделал я, оно именно на контрасте текста с, блядь, музыкой передает ту эмоцию, ну должно, блядь, по идее передавать ту эмоцию, которую я, соответственно, планировал передать. Вот, здесь, как бы, блядь, ну вайб полностью поменялся, то есть типа. Как бы такая, почти потерялась, типа, такая драматичность, да, вот этой песни. То есть, как бы, ну как объяснить, блядь, я об этом говорил даже в видосе, да, что вот бывает, ну тот же Егор Летов взять, например, Егор Летов, или, чтобы понятно было, Пионерлагерь, Пыльная Радуга. Вот почему, короче, когда Пионерлагерь, Пыльная Радуга исполняют песню про какой-то лагерь у них как раз была, они какую-то детскую песню просто перепевали, что-то такое у них было. Вот я что-то не помню, забыл, какую именно. Ну, суть в том, что и с Летовым тоже, вот Летов, не важно, что он будет петь, то есть даже самую позитивную песню, она у него именно из, ну, в его случае из-за манеры вокала, да, из-за там вот этой вот скорее штуки, то есть просто самое там веселое, позитивное, да, и то оно может превратиться в какую-то драматичную херню, в которой тебе начнут мерещиться какие-то, блядь, суицидальные смыслы и мотивы. Вот в чем прикол. То есть именно в контрасте текста и посыла. То есть ты можешь взять текст вообще там, типа, какой-нибудь, блядь, там, по синему морю к зеленой земле, там, ну, хотя не, это не то, там тоже драматичный такой относительно текст. Сука. Ну, там, я акула, туруруру, я малыш, допустим, да, но если это голосом Летовый плюс еще такую драматичную аранжировку сделать, то там, я акула, туруруру, я акул, это что-нибудь такое, да, и все, у тебя уже какие-то драматические херня начинают мерещиться. Вот. И то же самое, вот бывает такая вот саркастичная песня, ну, я уже показывал, Local Age, да, то есть вот у них там, вот они так, типа, весело, миленько, позитивно поют, типа, там, ты слышал, что мы, там, ништяк, но пришел на шоу, типа, понял, что мы полное говно, и вот, чувак, теперь ты нас не смотришь, там, ну, что-то такое. И здесь, как бы, посыл был в этом натянутом таком веселье, то есть я вот, типа, с гитарой стою такой, и, типа, билеты бесплатные, типа, вот-вот, заебись, как же классно, как охуенно, цирк, бесплатные билеты, и в каждом городе успех у этого ебаного цирка, и номера эти никогда не закончатся, просто счастье, блядь, и радость. Ну, сука, аранжировка намекает на то, что это сарказм. Блядь, а так, типа, весь сарказм пропадает, и вот, короче, поэтому, конечно, я очень опечален тем, что человек... То есть одно дело тебе может больше нравиться, но другое дело, блядь, на полном серьезе сказать, что к тексту больше подходит Лехина аранжировка, типа, ну, вот меня это... Да, дорога добра, а ты всегда иди дорогою добра. И ты понимаешь, что на самом деле нихуя не надо никакой дорогой добра идти, и все это, блядь, просто как бы стёб. Вот что-то в этом роде. И, собственно, здесь... Здесь как бы... Да, здесь я, в общем, хотел вот... Такой посыл. Все равно, что слушать песню «Голос овощей» в стиле комедий-рок, а не «Мелодет». Не очень понял, что ты имел в виду. Ну да, типа вот... То есть в бездне, конечно, это и в МВПД, и в бездне, это нередко как бы... Ну, это такой простой достаточно хороший прием, контраст между... Такой вот... Между одной эмоцией в аранжировке и другой эмоцией абсолютно в тексте. То есть, допустим, бредовостью и абсурдностью возведения в какие-то, не знаю, там... В общем, какой-то драмой из того, что бедные картошки в адском пылу там закончили свою короткую жизнь. То есть вот сделать из этого драму — это как бы смешно, да? Также там в МВПД, например, типа... Сделать любовь... Ну, блин, МВПД этот милый. Сделать любовную такую прям песню о просто супернежном признании в самой чистой, прекрасной прям любви просто вот такой вот, что там сердце, там, душу дьяволу продам. Но при этом песня сама себе посвящена. То есть вот именно аранжировка такая вот, что прям... Как ты вот, ох, прекрасен! Там вот такое вот все, да? И вот на этом контрасте получается прикол, да? Вот. И здесь типа, ну, что-то... Что-то около того же должно было быть. Вот. Ну, в любом случае, конечно, эээ... Найс, рофл, топкек, как говорится. И... Надеюсь, господа, вы в любом случае... Самое главное — это все-таки вот сама песня какая, да? То есть я так сделал, так сделал. А все равно песня-то заебись. Я доволен. Вот. Ну, в общем-то... Эээ... Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. И мое почтение.